Всем привет, ребят! Вот-вот ты на канале Саня Кот. И в этом ролике я расскажу о 50 дел на зиму для школьников. Но это больше подойдет для детей, типа для школьников. Но взрослым, возможно, тоже подойдет. Не думаю, что меня смотрят взрослые. Ну ладно, поехали. Это видео, кстати, будет без пауз, если что. Первое, это пересмотреть любимые новогодние фильмы, чтобы набраться новогоднему настроению. Второе, это поставить елку. В принципе, банально, но тоже считается. Первое, сделать уборку в комнате. Ну, как по мне, зимой приятнее, когда ваша комната очень эстетичная и уютная. Ну и вообще, в любое время года. Далее, сделать какао с маршмеллоу. Ну, этого даже пояснять не надо. Далее, испечь что-то вкусное. Ну, возможно, там кексики, тортики или то, что вы просто давно хотели испечь. Выкинуть ненужные вещи. Возможно, у вас в квартире, например, есть одежда, которая вам уже маленькая, или же игрушки, которыми вы уже вообще не играетесь, канцелярия, которая уже высохла, засохла и все такое. Выкиньте ее, она вам не нужна. Далее, украсить комнату к Новому году. Например, купите разные новогодние штучки, например, в фикс-прайсе. Мне кажется, этот магазин есть почти что у каждого дома. Вот. И украсить свою комнату. Далее, написать план на 2024 год. Возможно, вы смотрите это уже в 2025, в 2026. Ну, вы поняли, короче. На следующий год. Далее, сходить на каток. Хотя бы один раз. Но я хожу зимой обычно 3-4 раза, а то и более. Устроить вечер настольных игр. Например, собраться с семьей вместе, там, папа, мама, братик, сестренка, там, кто у вас в семье. И поиграть в настольные игры. Мне кажется, прикольно. Далее, почитать книгу. Прочитать полностью. То есть, это больше как цель на зиму, полностью прочитать книгу. Слепить снеговика, мне кажется, это обязательно. Я, по-моему, в прошлую зиму не лепила снеговика. Мне грустно. Но это зимой, я точно это сделала. Дальше. Вечерняя прогулка по городу. Ну, представьте, вечером фонари, там, возможно, ёлки стоят, если это в декабре, там, январе. Мне кажется, прикольно, так всё светится, вообще прикольно. Даже в 6 часов уже темно, поэтому всё уже так ярко, красивенько. Дальше. Кататься на плюшке. Ну, или же ледянка, там, что у вас есть из этого. Устроить зимнюю фотосессию. Например, собраться с семьёй, ну, там, опять же, папа, мама, братик, сестрёнка. И пофоткаться на улице, или пофоткаться возле вашей ёлки дома. Вообще прикольно. День для себя. Ну, как бы провести, может быть, день одним дома. Ну, там, все уйдут на работу, там, ещё что-то. А вы, например, одни дома отдохнёте, там, что ещё, фильмы посмотрите. Ну, короче, день для себя. Там, ванну примите с пенкой. Дальше. Сходить на спектакль. На любой новогодний спектакль, или, может быть, на концерт. Провести идеальное утро. Надеюсь, вы это не слышите, там, кот шкребёт, сейчас я его выпущу. Я дико извиняюсь, идём дальше. Так. Провести идеальное утро. Мы на этом остановились. Ну, это, типа, может быть, вы хотели всегда, там, встать в 6 утра перед школой, позавтракать, сделать зарядку, или поиграть, там, во что-то перед школой, там, в блокноте пописать. Неважно, короче. Просто какое утро вы считаете для себя идеальным. Сделать доброе дело. Ну, не знаю, как это объяснить. Просто сделать кому-то доброе дело. Возможно, даже прохожему. Написать письмо Деду Морозу. Сходить в кино. Ну, на любое кино, можно даже на новогоднее кино. Я знаю, если вы смотрите это в 2023-2024 году, то сейчас идёт вроде новогодняя манюня в кино. Ну, скоро выйдет. Сделать себе подарки. Ну, типа, например, сходить просто и купить себе какую-нибудь вкусняшку или игрушечку, там, не знаю. Погулять с друзьями. Ну, я думаю, для вас это легко выполнить, но для меня это не очень, потому что у меня не всегда много свободного времени. У меня каждый день, ну, в путнике, либо английский, либо танцы. Ну, и плюс надо учить уроки, школу до полвторого, поэтому у меня это не особо получается, но на выходных бывает. Но всё равно, на выходных я люблю проводить время дома, или с бабушкой, или с мамой. Погулять по зимнему лесу. Я, по-моему, в том году гуляла, но точно не помню. Но это очень прикольно. Кстати, я вам могу рассказать одну смешную историю. Если на этом видео наберётся, ну, давайте, допустим, 6 лайков, то я сниму видео про мои смешные истории. Там такая вообще... И в лесу там были, и, короче, очень смешные истории. Ставьте лайкосик. И подписывайтесь. Здесь много всего интересного, обзоры и так далее. Так, ладно, идём дальше. Так. Провести день с семьёй. Ну, опять же, папа, мама, братья, сестрёнка. Можно ещё там бабушку, дедушку пригласить. Кого хотите там накрыть стол, покушать, поиграть, опять же, в настольные игры. Ну, в общем-то, что захотите. Дальше. Поиграть в снежки. Ну, просто то же самое на улице с друзьями поиграть в снежки или с семьёй. Так. Сделать снежного ангела. Ну. Мне кажется, я это каждую зиму делаю. Я думаю, вы тоже делаю. Точнее. Так. Сделать... А. Подчерк просто у меня не очень разборчивый. Сделать кормушку для птиц. И можно даже повесить в лес. Купить тёплые зимние носки. Ну, прикольно просто ходить там какие-нибудь новогодние тёпленькие носочки купить. Загадать желание. Загадать желание. Себе в комнату. Устроить вечеринку. Например, позвать друзей. Или просто с семьёй. Там, вкусно покушать. Устроить вечеринку. Так, стоп. Извиняюсь, мне звонит мама. Мама, это святое. Так, всё. Я поговорила с мамой. Так, мы вроде остановились на устройстве вечеринку. Но я вам вроде уже всё пояснила. Дальше. Раздать 10 мандаринок прохожих. Например, это можно сделать даже ближе к Новому году. Просто выйти там, например, с семьёй или с друзьями. И раздать всем мандаринки. Поднять людям настроение. Главное, чтобы они не подумали, что они отравленные. Дальше. Принять ванну с пеной. Ну, я и так это понимаю почти, что каждую неделю. Ну, не всегда с пеной. Но бывает. Дальше. Новогодний шопинг. Это, типа, сходить с одной или с семьёй или с друзьями в магазин. И купить там всякие новогодние украшения и штучки. Дальше. Погулять. Одним, например, включить музыку в наушниках. Лучше в айрподсах. Потому что в таких вот анаушниках это вряд ли получится. А в проводных неудобно. Мне, кстати, мама на Новый год подарит айрподсы и чехольчик. Список подарков составить. Либо себе, которые вы хотите подарить. Вот это мне подарит бабушку. Вот это мама. И другим составить. Что ты подаришь маме, что ты подаришь брату, что ты подаришь папе и так далее. Так, дальше. Тренировка. Какую-нибудь включить в себя онлайн тренировку и позаниматься. Или просто на ютубе включить. Погулять в зимнем парке. Ну, в принципе, я это делаю каждый год. Так, дальше. Устройте ночевку, например, с подругой. К ней в гости или она к вам в гости. Погулять в новых местах. Например, куда-нибудь поехать, где вы ни разу не были в своем городе. Сделать новогодний маникюрчик. Мне пока что только 11 лет. И, как я сказала, исполнится только 31 января. А сейчас у меня 23 ноября. Вот. Но я все равно хочу просить маму, чтобы примерно за 2 недели до Нового года она мне сделала новогодний маникюр. Очень хочу. А пока я просто бесцветным лаком крашу. Вот. Дальше. Составить себе новогодний лук, в котором вы будете праздновать Новый год. Хоть это и с семьей, но даже если с семьей вы не хотите особо наряжаться, купите хотя бы новогоднюю пижамку. Это уже будет прикольно. Дальше. Подготовьтесь. Зимой можно, там, не знаю, ну, это в любом времени года можно, но все равно это как бы тоже цель на зиму небольшая такая. Это подготовиться, если вы заканчиваете школу, там, вроде-то, ЕГЭ. Ну, короче, я буду готовиться к ВПР, потому что я в пятом классе, и мне нужно писать ВПР. Логично. Так, дальше. Почистить телефон. То есть поменять обои, удалить ненужные приложения и так далее и тому подобное. Галерею почистить. Дальше. Остается совсем чуть-чуть пунктов. Сорок седьмой пункт, я сейчас вам уже говорю. Снять новогоднее видео в Ютуб-канал. Если вы ведете так же, как и я, Ютуб-канал, то снимите туда новогоднее видео. Поэтому ждите, я ведь тоже блогер. Я тоже выполняю эти дела на зиму, и я тоже буду снимать новогоднее видео. И напоминаю про смешные видео, чтобы вы поставили лайк, и я сниму его. Где рассказываю про свои смешные истории. Они очень смешные, ребята. Так. Поиграть в настольные игры. Тогда я говорила с семьей, или что-то такое, я там говорила. Вечерний вечер настольных игр. Вот. А сейчас просто там поиграйте пару раз. Ну, это разница. Есть какая-то, но похожий пункт, но разница есть. Дальше. Посмотреть новогодний мультфильм. Есть фильмы, есть мультфильмы. Логично. И первый пункт был посмотреть новогодние фильмы, а это мультфильмы. И последний пункт. Заказать суши и пиццу, и посмотреть фильм. Можно одному, можно с друзьями, можно с семьей, и так далее. Ну что ж, мои 50 пунктов закончились. Всем желаю хорошего нового года, хоть до него еще месяца. Я вам еще тысячу раз пожелаю это. Не забываем про лайк, подписочку на канал. Всем спасибо за просмотр. Всех очень люблю. И пока-пока. Пока-пока.